Проведение уже во второй раз фестиваля Лики современного пианизма Здесь в концертном зале Мариинского театра Это хорошее продолжение Весьма успешного начинания Мы в марте и в начале апреля Провели такой фестиваль И отслушали как признанных мастеров Так и буквально детей Даже в рамках этого фестиваля В этот раз появление здесь, в этом зале Нельсона Фрейера Мне кажется, было очень своевременным Это замечательный бразильский пианист Известный давно во всем мире Это незабываемое впечатление для каждого из нас Я думаю, что это был один из первых концертов Маэстро Гергиева на Западе, на юге Франции Мы исполняли, кстати, тоже четвертый концерт Бетховена Это был фестиваль на свежем воздухе И внезапно разразилась страшная гроза И люди стали тесниться к сцене И даже поднимались на сцену под навес Но не уходили Кто-то сидел прямо у меня под ногами Около педалей Это был особенный концерт И моя первая встреча с маэстро Гергиевым В 1987 году Бетховен Бетховен — это всегда целый мир Его музыка больше, чем космос И у меня с ним особая связь Я начал свой путь с пятого концерта Бетховена Но когда мне было всего пять лет Можно сказать, что именно Бетховен Подсказал мне играть прежде всего музыку Моцарта Я исполнял концерты Моцарта Когда мне исполнилось 12 Бетховен вновь меня направил Теперь уже в мир своих концертов И я выбирал между четвертым и пятым Потому что это настоящий Бетховен Зрелый Когда мне было 12 Четвертый концерт, безусловно, казался мне замечательным Но пятый привлек мое внимание еще и заголовком «Император» и его изобилием Я думаю, что когда тебе 12 лет Это может впечатлить Но сейчас мой любимый концерт Все-таки четвертый Я первый раз слышал на этой снимке Хотя, конечно, слышал его записи И одна очень хорошая запись «Карнавал животных», где он с сигарой записывает Оригинальную партитуру Сен-Санса С Мишей Майским, с Мартой Аргерих и так далее Мне он в записи очень нравился И сегодня мне он очень-очень пришелся по душе Мне кажется, он замечательный музыкант Аристократ за роялем Очень просты и вместе с тем изящные Его взаимоотношения с инструментом Становится любимцем публики здесь и Оли Мустанен Замечательный финский Пианист, очень интересный музыкант Сегодня он играл и третий концерт Бартака И шестой концерт Родиона Шедерина В присутствии автора «Любал makeupans» В социальном себе «Whereбал добавлю» Игра binnen Третий концерт Бартака очень редко играется. Это последнее сочинение Бартака, почти незаконченное. Я не видел копии манускрипов, но вот так я об этом осведомлен. И, конечно, поднять два таких сочинения в один вечер – это большой музыкантский подвиг и исполнительский. Я был очень-очень доволен, счастье. По-моему, публику прекрасно слушал и прекрасно принимал. Но, что касается Гергова и Маинского оркестра, это сейчас, может быть, один из самых-самых лучших коллективов в мире симфонических. Конечно, некоторые традиции могут быть очень хороши, а другие надо временно отложить. И если игнорировать это и говорить о том, что я буду играть это вот так, я не думаю, что это хороший путь. Надо все-таки внимательно изучить партитуру. Партитура – это послание композитора от одного музыканта к другому музыканту. И это важно. Потому что иногда традиции или клише накапливаются и создают репутацию. И тогда начинают играть так, как удобнее и привычнее. Если технически трудно, играют чуть медленнее и так далее. Очень важно войти в контакт с композитором, точно передать то, что у него написано в партитуре. Много великих композиторов, любимых мной. Но я с ними не могу быть близко знаком. Скажем, у меня нет телефонного номера Бетховена, к сожалению. Что замечательно в ситуации с музыкой Щедрина, когда я играю что-то или дирижирую, и у меня возникает вопрос, я могу ему просто позвонить и спросить. И это поразительно. Он посвятил мне пятый концерт и некоторые другие фортепианные работы. А я посвятил ему некоторые свои произведения. Так что мы много общаемся, и я всегда показываю ему свои новые сочинения. А он показывает мне свои новые работы. И это просто фантастика. И это просто фантастика. В каком бы качестве я ни выступал, как пианист, дирижер или композитор, очень важно взаимное сотрудничество как музыкантов с дирижером и композитором, так и композитора с музыкантами. И это просто фантастика. И это просто фантастика. Хочется особенно выразить надежду и особенно подчеркнуть выступления Данила Трифонова и Рустава Мурадова. Это юные музыканты, недавно заявившие о себе победами на конкурсах. Данила Трифонова и Рустава Мурадова и Рустава Мурадова. Школы сейчас смешались. Территориально уже это распознать невозможно. Хотя о русской фортепианной школе можно говорить отдельно. Она всегда есть, была и будет на очень серьезном уровне. Рустава Мурадова и Рустава Мурадова. Валерий Басадович такой дирижер, с которым крайне удобно играть. Он не давит никогда на солистов. И это очень приятно. Сегодня здесь много музыкантов. Которых заинтересовала вот эта вот марафонная идея. Мне думается, что то, что их было пять, это было оптимально. Мурадова и Рустава Мурадова. Мурадова и Рустава Мурадова. И, по мнению многих, был едва ли не главным открытием и конкурса Шопена. Сейчас мы все с пристальным вниманием следим за Данилом Трифоновым, у которого очень плотный график выступления уже, что и хорошо, и немножко рискованно. Потому что такой график непросто выдержать. Мурадова и Рустава Мурадова. Два года я учусь из Клёвлинского института музыки у Сергея Побояна. И тогда я заучился у Татьяны Абрамовны Зеликман, совершенно потрясающего педагога. Первый год огромный был упор сделан на Шопена. Я фактически год играл исключительно шопеновскую музыку, что, я надеюсь, мне помогло в понимании любви к этому композитору. Конечно, я использую некоторые приёмы, очень интересные у Сергея, которые идут от школы Льва Наумова. География Гуза очень не Гауза. Это можно в чём-то назвать приёмами Наумова, которые развил Сергей. В принципе, можно добиться очень интересных красок. и перейдём, вы говорите о DHいali пии. Мне, конечно, хочется надеяться, что Сергей Бабаян еще очень многое сделает для того, чтобы Данил стремительно развивался. Он замечательный педагог, я говорю о Бабаяне, о Сергею Бабаяне, и он нужен сейчас Данилу Трифанову. Я думаю, что этот союз педагога и ученика даст значительные творческие результаты, мы все этого ждем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-то Блок сказал про поэтов, тоже в наше время пишут плохие стихи. Кто же сейчас плохо играет на рьяне? Все играют сверххорошо. Но, видимо, что-то еще нужно, кроме супертехники. Мне кажется, что вот этот выбор пианистов, он был связан не только с технологией игры, но и с внутренним наполнением. Мне кажется, что очень интересно и подобраны Георгиевым пианисты из разных точек земного шара и даже из другого континента. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА